ТОП 7 трендовых платьев весна-лето 2024 года. Всем здравствуйте! Вы попали на канал Рестайл Студия. Сегодня с вами Настя, стилист уже 12 лет и студент магистратуры по истории теории моды. Подписывайтесь на наш канал, если вам интересна тема моды, стиля и профессии стилиста. Сегодня речь пойдет о трендовых платьях, и если вы еще не смотрели мои видео по трендам, то я расскажу вам, как они устроены и чем они отличаются от большинства подобных видео, которые вы можете найти на ютубе. Во-первых, я не придумываю тренды и не выбираю только то, что нравится мне. Я провожу большую аналитику показов, на которые буду ссылаться и буду всегда подтверждать свои слова. Также каждый тренд будет сопровождать большая подборка из магазинов, на которых я буду приводить примеры, ну и давать вам идеи, где вы можете купить в данном случае подобные платья. Но все эти платья и даже больше будут в гайде, который мы с командой всегда собираем для вас. Мы делаем большую подборку с кликабельными ссылками, и там будут все платья из видео, и еще другие платья, и вы можете скачать его всегда в описании. И самое главное, самое ключевое, что нужно знать о трендах, это то, что ваш стиль, ваш комфорт и ваш вкус первичны, а тренды вторичны, классно выглядят, стильно выглядят и актуально, можно не включая тренды в свой гардероб. Но если эта тема вам нравится, если вам хочется выглядеть модно, то почему бы и нет, тогда продолжайте смотреть. Ну все, я сказала вам самое главное, давайте переходить к самим трендам. Первым я выбрала платье с открытыми плечами. В целом на подиумах было очень много платьев с какой-то интересной, причудливой линией плеча, но это далеко не только про платье, вообще на подиумах было очень много вещей с открытыми плечами, и их теперь очень много в магазинах, как вы могли заметить. Я обещала вам, что я не буду голословной, поэтому давайте сразу смотреть. На показе Эдем очень красивая линия плеча, у Альберто Ферретти открытые плечи, рустикальный стиль и вот такой вот в виде рубашки с приспущенным плечом. Кстати, вы можете просто застегнуть свое платье-рубашку или свою рубашку асимметрично и добавить какой-то красивый бралет, и будет тот же эффект. Этлейн тут, заметьте, тоже можно создать похожий образ, скинув рубашку с плеча и добавив топ. То есть тренды это не всегда покупка новых вещей. Все не так строго и все не так скучно. Всегда можно поэкспериментировать с тем, что у вас уже есть в гардеробе. Blue Marine, красивые платья с драпировками, о драпировках, кстати, мы тоже еще поговорим отдельно. Очень красивые женственные варианты у Эмилия Викстет, это один из красивейших показов этого сезона, на мой взгляд. И я пущу, пока я говорю, еще несколько вариантов по экрану, чтобы вы посмотрели, какое огромное количество вообще вещей. И в первую очередь мы рассматриваем платье, платье с открытой линией плеча было на подиумах. И по традиции мы смотрим, где можно купить такие платья, и это нам даст еще возможность посмотреть побольше примеров. У Yvonne сразу несколько вариантов в разной длине. У H&M лаконичная Maxi с открытым плечом и миди такой вот вариант с открытой линией шеи и плеч. Оно есть в черном, есть в белом цвете. Сразу покажу несколько вариантов от Zara. Если мы говорим про тренды, то, конечно, Zara не очень быстро появляется. На самом деле вполне удачные. Тут и мини, и макси, и нейтральные, и яркие есть с чего выбрать. Два варианта в белом цвете от Twelve Stories. Спокойное черное мини от Arket. Бардакшоп, популярное в соцсетях. Вязаное платье с открытыми плечами в длине Maxi. Еще одно прям такое нежное от Roseville. На мой взгляд, просто шикарное кожаное платье от Mango с асимметричной линией плеча. Пара вариантов от Wildberries Maxi с открытыми плечами, черное и вот такое белое короткое. И у нас еще осталось много вариантов. Я помещу в гайд, который будет ждать вас в описании. И также я хочу обратить ваше внимание, что нас смотрят абсолютно разные девушки. И каждая сама решает, сколько ей тратить на вещи и на шопинг. Поэтому я добавляю разные варианты. И middle сегмент, и более дорогой сегмент, и масс-маркет, и маркетплейсы. Выберите то, что нравится вам, остальное отбросьте. Каждый сам решает, сколько ему тратить на одежду. Тренд номер два – это прозрачные платья. Вообще прозрачность – это очень большой тренд для подиума. И мы говорили о теме прозрачности и в прошлых видео о трендах. Если вы их не смотрели, пожалуйста, они на канале всегда вам доступны. На платьях это тоже отразилось. Но не надо пугаться, я, естественно, расскажу, как носить их на каждый день, чтобы это не выглядело как-то вопиюще и неприлично. Итак, Сикстен Арлингтон, прозрачная в пайетках, показываю вам подиум. Помните, что образы с подиума – это не прямое руководство к действию. Это то, что показывают дизайнеры. Эти образы не должны быть повседневными, иначе на них будет скучно смотреть. Наша задача – адаптировать образы, которые мы видим на подиумах, вдохновиться, адаптировать. Это уже наша ответственность и наша задача. Ну, естественно, я вам в этом помогу. Акне Студио с прозрачной спринтом, клеткой, которая его балансирует, на мой вкус, это одно из самых удачных. Такое очень прозрачное у Алая, да, помним, подиум – не готовое решение. Там никто не придумывает, как нам пойти на работу. И персонализированные решения под вас может выдать, ну, по сути, либо ваш персональный стилист, либо вы сами должны персонализировать ваши источники вдохновения. Помните, что никто не мешает под такое платье надеть маечку, надеть боди, и это будет выглядеть очень даже красиво. Антеприма показывает, как совместить прозрачность и повседневность. Селин, Шанель, Диор, Коперни – было очень много таких платьев в брендах и таких более классических, и в брендах более молодых. Давайте смотреть примеры из магазинов. Классное платье, сетка есть у Чукс в новой коллекции. У Лав Репаблик вполне приспособленная к жизни, просвечивает только в приличных местах. У Веры Венеры просто невероятное кружево, которое полностью обнимает ваше тело. Мой фаворит – это прозрачное платье от бренда Санчо. Вот оно прямо сильно прозрачное, поэтому под него нужно собирать определенный образ. И это, я бы сказала, вещь для продвинутых. Его классно носить, например, с майкой и с джинсами, или с лонгсливом. Можно надеть под него юбку, можно надеть мини, можно надеть миди. Ну, вот на мой взгляд, с брюками будет смотреться великолепно. У Бюфри кружевная сетка, и здесь сразу показывают, как ее носить. Вот, пожалуйста, вам пример с брюками. У Шатава тонкие вязаные платья в разных базовых цветах, и у них есть совершенно прекрасное платье-накидка из прозрачной ткани. Эта история, конечно, уже какая-то более вечерняя, но, тем не менее, возможно, у вас есть поводы, куда можно так выйти. Акне Студиос, мои любимчики, прозрачная, принт, сложный крой, все при нем. И, конечно же, пара вариантов в пределах до 3000 нашлись на Валдберес. И финальные пару слов о прозрачном платье. Прозрачное – это не значит, что мы должны ходить, не надевая что-то вниз. Опять-таки, надеть, например, юбку и боди, или какой-то топ, и сверху накинуть прозрачное платье. Или надеть какой-то красивый бралет, брюки, и поверх накинуть прозрачное платье. Вы можете под прозрачное платье надеть какую-нибудь маечку и велосипедки, кеды, сверху накинуть какое-то прозрачное платье, все будет зависеть, естественно, от покроя. Но, пожалуйста, не думайте, что я вас призываю ходить с голой грудью по улице, ну, только если вы сами не хотите, конечно же. Всегда такие вещи нужно обыгрывать и адаптировать. Здесь мы точно не берем идеи, готовые с подиума. Тем временем мы идем дальше. И у нас следующий тренд. Это платье-комбинация, но не обычная, а совершенно особая, максимально сложно сочиненная, сложного кроя с принтом, с разными деталями. Платье-комбинация уже стала для нас, по сути, обыденностью какой-то обычной базовой вещью для нашего гардероба. Глобальный тренд на бельевой стиль, на платье-комбинации начался в 90-е, хотя на самом деле еще даже раньше. Но вот именно в таком бельевом виде, вот такую вот комбинацию, которую мы сейчас носим как базовую, первую начали выгуливать звезды в 90-е годы. Этот тренд будет с нами и дальше. И если это какой-то глобальный тренд, который присутствует несколько сезонов на подиуме, а он присутствует уже очень давно, естественно, он не статичен. Иначе, опять-таки, нам будет неинтересно смотреть. Дизайнеры каждый раз предлагают новое решение. Вот в этом сезоне это стало сложное платье-комбинация, какое-то максимально сложное, по крою. Предлагаю смотреть, чтобы было более наглядно. Сэкстин Арлингтон, драпировки и легкое кружево по низу. Это такой, в целом, один из лаконичных вариантов нам для разгона. Сейчас мы перейдем к более интересным. Эзет Фэктори, пышная комбинация с кружевом и прозрачная накидка, еще сверху имитирующая комбинацию. Эдем, экстра мини, такая рюша плиссе, и все это поверх прозрачного платья. Снизить градус сложности этого платья, адаптировать опыт, какие-то повседневные реалии, мог бы, ну вот если бы вместо прозрачного платья надели бы, например, какой-то лонгслив или какую-то футболку. Андерсон Белл, тут и крой, и завязки, и цветы, комбинированные ткани. Я не шутила, когда говорила, что платья сложно сочиненные. Элизабетта Франчи, Макси с драпировкой. И вот как раз видите, здесь этот самый прием футболкой снижает градус нарядности. И вот еще один такой же вариант с этого показа, с тигровой комбинацией и темной футболкой. Вот здесь прямо мы можем брать себе это на заметку. Джаде, лаконичная комбинация с дополнительной полоской ткани. Вроде бы лаконично, но достаточно интересно смотрится. Живанши, комбинированная ткань и драпировка. И опять-таки еще несколько вариантов. Я опущу по экрану, чтобы вы понимали, какое разнообразие различных сложных комбинаций было на подиумах. На мой взгляд, это очень красивый тренд, который с одной стороны интересный, с другой стороны мы легко можем его адаптировать к нашей повседневной реальности, добавив к нему какие-то простые вещи. Ту же футболку, тот же лонгслив, накинув поверх, например, какую-то кожаную или джинсовую куртку. Ну и, конечно же, мы посмотрим примеры из магазинов. У Эклата, на мой взгляд, один из самых красивых вариантов и три самых нужных нам цвета в этом сезоне черный, белый и красный. Зара белая с кружевной отделкой, у Массимы Дути наоборот черная с белой отделкой, у Лайм с сжатым подъюбником. Вот это хороший вариант, такой вроде бы усложненная комбинация, но все еще достаточно простая в использовании. У Бифри такой немного гранжевая, классно будет смотреться с грубыми ботинками. У Бардакшоп платье с имитацией бра, хотя на самом деле можно просто надеть вашу комбинацию, если у вас есть какая-то базовая, на бра, которая будет из-под нее видно, будет абсолютно тот же эффект. Даниила Анциферов мой фаворит в категории этого тренда, очень красивый крой, и я думаю, что я хочу такое примерить. И оно же в желтом цвете, если любите поярче, и здесь же есть такая история в длине мини. Бренд Монреве, черно-белая, сложного кроя, и еще два варианта покажу с Asos, розовая с неиспадающими лентами рюш и измятой ткани зеленого цвета. Среди сложных платьев этого сезона достойное место заняли достаточно лаконичные мини-платья в черном или белом цвете. Помните, что мини – это все, что выше колена. Чтобы попасть в этот тренд, не обязательно выбирать микро-мини. Я вам буду показывать такие варианты, но мы помним о том, что длина должна быть комфортная нам и уместная в том месте, в которое мы собираемся отправиться. Поэтому, если вы видите микро-мини, если вам хочется, если вам есть куда носить, и вам в этом комфортно, то пожалуйста, вперед. Если вам хочется чего-то более спокойного, то разная длина. Просто здесь лаконичное черное или белое платье, в длине мини, мини все, что выше колена. Смотрим. Мои любимчики в этом сезоне – это Карвен. Я показываю вам часто какие-то образы из того, что они показали на подиуме, потому что, на мой взгляд, это очень классные и сами вещи, и стилизация, которую они предлагают, вот она как раз приближена к окружающей нас реальности, а не только адаптированы для какой-то сложной подиумной истории. Они показали в данном контексте очень красивое белое мини, и вот такой вариант можно носить и с ботинками весной, с колготками, например, серого или коричневого цвета. Не бойтесь, что оно белое. Вы можете носить белый и с темными вещами, и с черными вещами, но, на мой взгляд, чтобы связать его лучше с, например, черными ботинками, гармоничнее будет смотреться темно-серые или темно-коричневые колготки. Это такая более безопасная история. Сверху накидываем пальто, и у нас отличный образ на сейчас. А летом можно заменить ботинки на сандалии или кеды, и у них было еще черное, тоже с этого же показа, белое или черное лаконичное мини мы рассматриваем. Ами, черное лаконичное мини, Бали, вариант в горошек, тоже черно-белое себе, почему бы и нет. Брендан Максвелл, тут и открытые плечи. И, кстати, обратите внимание на сочетание платья и брюк. Еще один тренд для продвинутых, я понимаю, что это не для всех. И тут же у нас еще один такой минималистичный вариант с платьем-рубашкой. У Гуччи были такие платья на показе. И еще парочку я опускаю по экрану, пока я заканчиваю это предложение, чтобы вы посмотрели, как этих платьев было много и увидели, какие вариации есть. Естественно, мы смотрим с вами наличие в магазинах. Очень красивый мини-шоп в черном цвете с длинным рукавом и открытой спиной. Мини-шоп одни из моих любимчиков. Мне очень нравится их дизайн, нравится качество. И это платье отлично подходит под тренд. Более нейтральное есть в Tumut. Еще одно черное есть в Gani. В Френки-шоп есть такой сарафанчик в черном цвете, похож на вариант с показа Гуччи. Еще сразу три варианта от COS. Два на таких бретелях в черном и белом цвете. И одно с рукавом из темного денима. Очень красивый вариант. Похож на Carven у 1811. Очень красивая у Authentiment. Это модель Rosaline. У них в целом очень хороший крой вещей и красивый силуэт. И вот у них же Аннет в черном цвете. Я подумываю такое примерить. И вот еще одно, на мой взгляд, невероятно красивое. Вот Present Simple кожаная мини. Возможно, вы могли заметить, что пока мы с вами рассматривали предыдущие тренды, нам уже попались на глаза пару платьев-рубашек. И их на самом деле было колоссальное количество. И я, конечно же, выделила их в отдельный тренд. Платье-рубашка это классный пример тренда, который не выходит из моды. Это и тренд, и база одновременно. Это вещь очень многофункциональная, которую легко стилизовать, из которой легко обходиться. Давайте с вами посмотрим примеры. У Альберты Ферретти полосатая макси-рубашка. Это одна из самых красивых вариаций, которая была на подиуме. И вот это мини мы смотрели, и макси со спущенным плечом тоже. То есть мы уже затрагивали этот тренд, он может пересекаться с другими. У Альтузарра полупрозрачная. У Ботега такая кожаная рубашка с очень красивым декором. У Каролина Эрера довольно лаконичный вариант, но при этом классная идея широкого пояса, который достаточно интересно завязан. И вы можете взять тоже для себя эту идею. Вообще не обязательно, чтобы пояс в данном случае был одного цвета с платьем. Просто посмотрите, как завязано, возьмите на заметку. И у них же еще одно принтованное. Асимметричные варианты были у Диоры Укуреш. И вот Укуреш мне очень нравится. А Дрис Ван Ноттен. И еще несколько вариантов. Покажу вам платье-рубашки. Это то, что каждый весенний-летний сезон появляется на подиумах. И с такой вещью вы можете не бояться, что она выйдет из моды. Смотрим магазины. Очень классная полосатая была найдена во Фрэнки Шоп. Можно добавить пояс шнурок на талию и будет очень красивая. И у них же вот такое сатиновое. Пара базовых вариантов с Вайлдберрис. Одно из хлопка. И на самом деле в данном случае вообще не вижу разницы. Будет это платье стоить 2000 рублей. Будет оно стоить 2000 долларов. Это абсолютно не принципиально. Красиво может смотреться и то, и то. У Ганни такие рубашки. Они не полностью снизу до верха застежкой. Но тем не менее очень симпатичные джинсовые разного силуэта. И вот такой полосатый вариант. Женственная и яркая от Роузвель. И на момент съемок видео на него есть скидка. Мы стараемся публиковать видео по трену. В принципе достаточно быстро, чтобы все эти вещи были в наличии в магазинах. Но я не знаю, когда вы будете смотреть это видео после его выхода. Я надеюсь, если вам понравилось это платье, оно еще будет в наличии и будет со скидкой. Самая роскошная рубашка у Ушатава. С такими бесконечными линиями. И это платье очень красиво сидит. Оно просто невероятное. Да, это отнюдь не casual. Но мы рассматриваем разные варианты. И у тех же Ушатава есть прекрасные костюмы, которые представляют собой брюки. Достаточно длинную рубашку. И комбинацию, которую можно все вместе комбинировать. Можно носить по отдельности. Так что, если этот вариант для вас экстра, вы можете посмотреть у них другие варианты. В целом абсолютно базовый вариант. Плюс еще с прозрачной частью юбки, что тоже тренд. А еще приятная скидка 999 рублей. Очень классная есть у Massimo Dutti. Выглядит дорого и стильно. И вот есть второй вариант еще в черном цвете. Очень хорошие варианты у Кос. Сразу несколько. И последнюю парочку покажу из Endaza Stories. Вот это голубое интересного кроя. Будет выглядеть очень стильно и расслабленно. И второе более девичное в длине мини. Но дабы не делать это видео бесконечным, я вам оставлю гайд в описании. Напоминаю, что его можно скачать. Там будет еще больше вариантов с кликабельными ссылками. И следующий наш тренд, про который мы поговорим, это платья с драпировками. Тоже мы с вами уже рассматривали примеры, где драпировки также проявлялись. И я вам обещала, что мы поговорим о них отдельно. Вот мы до них добрались. Платья с драпировками были абсолютно на просто подавляющей части подиумов. Самая красивая вариация, на мой взгляд, была у Issei Miyake. Вот такие три варианта. Прозрачные, с плотной тканью, драпировки. Очень красиво. У Carolina Herrera очень нежные и женственные. И еще десяток точно таких платьев я покажу вам, пока буду рассказывать про этот тренд чуть подробнее. Обратите внимание, насколько разнообразные платья с драпировками были на подиумах. Это и цветные, и более лаконичные, и принтованные. Это и макси, это и миди, это и мини. Это и облегающие тело, и более широкие варианты. И самое главное, что драпировки это очень классная идея для работы с фигурой, для коррекции фигуры. Потому что правильные драпировки в правильных местах делают дополнительные нужные объемы и скрывают ненужные. Чтобы сказать, где в правильном месте располагать драпировки, к сожалению, персонализированно у меня сейчас не получится, потому что все наши фигуры индивидуально. Здесь нужно смотреть каждую определенную ситуацию. Но проще всего вы можете просто пойти и примерить, и посмотреть, как ваши фигуры смотрятся в том или ином платье с драпировками. Выбрать идеальный вариант для себя. Ну и я, конечно же, дам вам такие варианты из магазинов. Вот такое вот лаконичное с длинным рукавом от COS. Платье просто греческой богини в H&M. И у них же белое мини чем-то похоже, кстати, тоже на Carven. Только тут получается и белое мини, и драпировки. Это сразу два тренда в одном. Очень красивый вариант от Zara. И вот похожий прямо есть у Lime. И у них же полупрозрачная из сетки с драпировкой. У Liche несколько вариантов, причем каждый из них представлен в нескольких цветах. Вот кроме этого белого, остальные можно еще выбирать среди таких довольно базовых цветов. Вера Венера. Белое мини и макси. И платье с названием Goddess не может быть плохим вариантом, гарантирую. Минималистичный вариант от Ushatava. Прозрачная серая с длинным рукавом. Белое с коротким и с длинным. И еще одно с Wildberries в цвете хаки, но там есть еще такое же платье в черном и в бежевом оттенке. И седьмая тенденция, которая достаточно важная не только в платьях, но и вообще на подиумах было очень много вещей с цветочной тематикой. Я думаю, я не удивлю вас этой новостью. Эта тематика появляется на подиумах каждую весну и лето. Это нормально. Но этот тренд тоже трансформируется. Он появляется в новые и новые вариации каждый раз. Если говорить про платье, это были прямо яркие активные цветы. Либо это заметный крупный цветочный принт, либо это платье сплошь усыпанное какими-нибудь объемными цветами. Конечно, платье с мелким цветочком никто не отменял. Не существует такого, что у нас есть только тренды и только антитренды. Между трендами и антитрендами гигантский пласт основной нашей одежды, который представляет собой просто нормальные современные актуальные варианты, но не относится к категории трендов. Не надо думать, что все, что не тренд, это антитренд. Это не ведет вас к рациональному гардеробу. Это просто неверно. Мы сейчас не будем разбираться с этим вопросом. У нас есть на канале видео, посвященное антитрендам. И тому, что это такое, тоже можете посмотреть. Давайте лучше знакомиться с образами с показов. У Шанель платье-рубашка Макси с цветочным принтом. У Клаэ очень такие роскошные, объемные цветы, нашитые на сетку. У Кристиан Ковен и Кристиан Сериана платье-цветы и такая сетка прямо усыпанная цветами. До виткома здесь сразу два тренда. Тут и плечо, и цветок на бедре, и есть платье с таким же цветком на груди. А еще на этом же показе были платья с розами разных таких электрик цветов. Принт роза и лента на шее, которая абсолютно повторяет цвет, который у нас находится в этом принте. На самом деле хорошая идея для того, чтобы попробовать ее внедрить в свой гардероб. Вам даже не обязательно покупать и искать что-то подобное. Возможно, у вас уже есть какая-то блузка, есть какое-то платье с принтом. И вы можете купить какую-то ленту, какую-то ткань подобного оттенка в магазине тканей и использовать ее как такой декор, вот как здесь на показе у Дэвида Кома. То есть, опять-таки, мода это то, с чем мы можем экспериментировать, играть. И для меня это, как для стилиста, гораздо интереснее, чем просто пойти в масс-маркет и купить какую-то вещь аналогичную, то, что на подиумах. Наш гардероб на самом деле способен на большее, чем нам кажется, как правило. Движемся дальше. Еще сразу два тренда. Черное мини и цветы на бедре. Тоже проще взять какое-нибудь ваше черное или белое мини-платье и, например, приколоть к нему брошь-цветок или пришить к нему какой-то декоративный цветок. Вы можете расположить их там, где вам хочется, там, где вам нравится, там, где вы хотели бы сделать акцент в вашем комплекте. И у вас уже будет готовый тренд, а потом вам надоест, и вы просто отколите или отпорите этот цветок и будете носить ваше базовое платье дальше. Вот еще оранжевое красивое тоже с этого показа. Тут прозрачность плюс объемные цветы. Вот тут еще очень красивый цветочный принт, такой прямо они такие акварельные, размытые. И красивые вариации были на показах Бали и Бальман. На Wildberries мы с командой нашли очень красивое платье с таким гиперобъемным цветком. В Love and Lemons бархатное мини-платье с такими цветами и палетами на плече и цветочком по рукаву. И тут же белое с цветком на поясе. Доллскил, прямо как с подиума, такое прозрачное для смелых. Под него можно надеть боди и комбинацию, помните об этом. Красивые варианты были также найдены у Даниила Анциферова. Платье-рубашки с крупными цветами из ткани. Еще один вариант очень красивых цветов есть у Too My Moods. Это очень красиво. Нежная отделка цветами у Макси платья от Nude Story и вот такая цветлая комбинация. У Селы была коллаборация с ботаническим садом. Звучит как то, что нужно в контексте данного тренда. Такое цветочное Макси. Нелегкая в стилизации, но очень красивая. Пара вариантов от Mango в разном цвете и настроении, но все попадают в тренд. Один из моих фаворитов в этой подборке это вот это вот платье от Liche с розами по линии плеч. У Lime тройное попадание в тренд. Прозрачное. Платье-рубашка. И еще и обшитое цветами. Я бы носила его с брюками или джинсами и каким-то красивым боди или бралет. И акварельные цветы у H&M, причем тоже открытые плечи. Еще один тренд. Итак, это были 7 трендовых платьев сезона весна-лето 2024. Я надеюсь, вы нашли для себя подходящие варианты. Напоминаю, что ваш личный стиль и ваш вкус гораздо важнее, чем тренды. Но я буду рада, если вы нашли для себя какие-то интересные варианты на этот сезон. Напоминаю, что все платья собраны в гайд и даже больше. И вы можете скачать его по ссылке в описании. И поделитесь со мной в комментариях, какой тренд вам понравился и вы хотели бы попробовать его в этом сезоне. А какой вы бы не надели ни за что. Спасибо огромное и до встречи в следующих видео. Всем пока!